Трудно найти сферу человеческой деятельности, на которую бы не повлияла пандемия коронавируса. Службы экспресс-доставки не исключение. Транспортные потоки между странами нарушены, грузовых самолетов не хватает. При этом люди и компании продолжают заказывать товары как внутри страны, так и из-за рубежа. А спрос на некоторые вещи резко вырос. Все это приводит к увеличению сроков доставки посылок. В результате почтовые сервисы пишут клиентам письма с извинениями, а заказчики пытаются отследить свои отправления онлайн, но безрезультатно. К тому же, если раньше за затягивание доставки можно было выбить компенсацию, то сегодня это сделать невозможно. Согласно генеральным условиям перевозки и таможенного сопровождения экспресс-перевозчика, он не несет ответственность за неисполнение обязательств перед клиентами в случае форс-мажорных обстоятельств. Это как раз касается перебоев в работе сетей местного или национального воздушного и наземного сообщения. Возмущению клиентов нет предела. Друзья, хочу предостеречь. Будьте осторожны с отправкой посылок компания СДЭК. Часто пользовалась этой службой и была довольна, но выяснилось, что сейчас у компании полный коллапс. Посылки даже между разными районами Москвы ходят чуть ли не по месяцу, а потом и вовсе теряются. И таких сотни, если не тысячи. Компания объясняет это сокращением количества и отмены рейсов. Не благодарите, просто поищите другую доставку. На СДЭК надежды нет. Это относится к пункту регламента, по которому работают форс-мажорные обстоятельства, которые не зависят от исполнителя. Форс-мажор компания объявила еще 26 марта. То есть, начиная с этого дня, получатель не сможет взыскать компенсацию за задержку прибытия товара. Однако, к примеру, компания Алиэкспресс Россия выделила 90 миллионов рублей на компенсацию задержек заказа в связи с эпидемией коронавируса. Такую цифру озвучил директор по развитию Дмитрий Селихов. Говоря же о ситуации в общем, задержка посылок из-за пандемии сейчас головная боль и покупателей, и продавцов.